Привет! Игромания на связи! Как всегда, к этому часу готовы рассказать все самые обсуждаемые игровые новости. И да, мы чувствуем себя немножко ответственными за твое рождественское настроение, поэтому... Вот так-то лучше! Можно начинать! Морж! Чё? Западная игровая индустрия уже потихоньку отправилась праздновать и отдыхать. А мы такие... Хей! А новости? К счастью, на выручку с новостями пришли наши российские разработчики. Создатель War Thunder, студия GuideZin анонсировала онлайновый экшен Age of Water. Завязка сюжета взята напрямую из водного мира. Весь мир погрузился под воду. Игрокам предстоит путешествовать между поселениями выживших, возить товары и добывать разные ценности. Ну или стать пиратом и грабить тех, кто этим занимается. Похоже, разработчики решили взять отовсюду понемногу. Пост-апокалипсис, как в Fallout. Морская тема, как в Sea of Thieves. Графика, как в Fortnite. Выживание, как в Rust. И сбор корабля из модулей, как в Crossout. Посмотрим, как всё это в итоге будет работать, и будем надеяться, что проект в итоге взлетит. На смену русским разработчикам приходят политики. Сейчас между Ютубом и Россией разгорается настоящая война. И всё не так смешно, как может показаться. На сервисе блокируют аккаунты российских информагентств и каналов, которых за последние годы набралось уже около двух сотен. Власти считают это цензурой и уже подумывают сделать с Ютубом что-нибудь страшное. В том числе и запретить его вообще. Уже приняли закон об ответных санкциях при цензуре российских СМИ. Платформы будут штрафовать, блокировать или замедлять им трафик, чтобы они работали кое-как. И главная жертва в этой войне мы, то есть пользователи и журналисты, для которых Ютуб – это место работы, поиска информации и развлечений. И пусть Газпром обещает создать свой аналог Ютуба, но обещать не значит жениться. Поэтому, если честно, всё происходящее нас сильно беспокоит. Есть ощущение, что, может быть, 2020-й перед тем, как свалить, подготовил себе достойного наследника. На смену русским политикам приходит русский сегмент Стима. На главной странице сервиса появилось предупреждение, что из-за новых российских законов с 1 января у пользователей могут возникнуть проблемы с прямым пополнением кошелька Стим. В первую очередь это касается тех, кто использует платёжные терминалы – Kiwi кошелёк, Сбербанк или мобильные платежи. А вот банковские карты, Яндекс.Деньги и Вебмани должны работать как раньше. В комментариях сильно жалуются, что мы эти две недели только и говорим, что о Киберпанке, поэтому дадим ему отдохнуть и поговорим о любви и спидранах. Последние давно стали настоящим киберспортом, который делится на множество дисциплин. Среди них есть довольно занятные, например, секс-раны, где нужно как можно скорее заняться сексом с каким-нибудь персонажем. И, кстати, Киберпанк уже отдохнул, поэтому можно сказать, что здесь секс-ранеры достигли просто огромных успехов. За считанные дни минимальное время снизилось с двух часов до десяти минут, а мировой рекорд теперь и того меньше. Благодаря багам энтузиасты смогли обойти пролог и выбраться на улицу, выжив после прыжка с высотного здания. Что ж, порадуемся, что хоть кому-то эти баги пошли на пользу. Кейтира Таяма, создатель Silent Hill и Gravity Rush, недавно ушедший из японской студии Sony, рассказала о своем новом проекте. Это будет проект с атмосферой в духе его прошлых игр Silent Hill и Siren. Но по жанру ожидается скорее не хардкорный хоррор, а экшен. Таяма на этот раз хочет создать игру, доступную для более широких масс. Тем временем японская студия Sony, откуда ушел Таяма и часть ветеранов, продолжает терять людей. Команду покинул продюсер Bloodborne и ремейка Demon's Souls Тируюки Тирияма. Возможно, со студией творится что-то неладное. В любом случае, теперь Тирияма хочет заниматься новыми проектами в собственной фирме. О чем еще стоит рассказать? Блиц? Для начала. Киберпанк получил патч. И теперь за крупные сохранения на ПК можно быть спокойным. Больше они не сломаются. Хотя уже сломанные, увы, починить нельзя. Год назад авторы The Forest анонсировали сиквел Sons of the Forest. И только что вышел геймплейный трейлер, показывающий, что нас опять ждет симулятор выживания с абуригенами, а также монстрами и даже бункерами. А выпустить игру хотят уже в следующем году. Студия Double Fine заверила, что вторые психонавты, которые уже можно пройти от начала до конца, уже подходят к стадии полировки. Но дату релиза назвать все равно отказалась. До Нового года остается всего неделя. А это значит, что сейчас нужно смотреть только рождественские фильмы, которые погружают в ту самую атмосферу и дарят то самое настроение. Я в этом плане так себе советчик, потому что моя предновогодняя атмосфера связана с пересмотром черно-белых фильмов Хичкока. Не знаю, откуда это повелось и насколько давно, не помню уже даже, но факт остается фактом. Каждый год я пересматриваю его картины, и для меня это вот тот самый момент волшебства, которого вот иногда не хватает. Говорят, что Хичкок был отвратительнейшим человеком, но кому какое дело? Он до сих пор остается непреузойденным мастером. Итак, если ты еще не знаком с творчеством этого человека, но хотел бы немножечко почувствовать дуновение его саспенса, то начни с головокружения. Обычно с этого фильма и подсаживается на его творчество. Ну а если не срастется, то хотя бы ты будешь знать, как выглядит один из лучших фильмов за всю историю киноиндустрии по мнению большинства кинокритиков, разных журналов и прочих именитых людей. Головокружение. Альфред Хичкок. Смотри. Ну и напиши в комментариях, какие фильмы для тебя являются самыми рождественскими. Что ты пересматриваешь, когда кажется, что... Все плохо! Неужели завтра Новый год? Все, увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова